История Михайловича. Нет, нет, достаточно. Дорогие друзья, я пришел на час такого рассказа. Я уже как-то выступаю, рассказывал, и прошу прощения, что я повторюсь. Была у меня дискуссия с нашим общим старшим другом Владимир Евгеньевич. И дал ему, нашему старшему другу, особые чувства. Я имею в виду Николая Михайловича Мосова. Вот кто знал Николая Михайловича, тот полагал, что он такой суровый, жесткий и сухой человек. Это не так. Он был человеком очень внутренне мягким. И как это вам не покажется, странно. Весьма остроумен. Его остроумие Владимир Евгеньевич давно заметил. И была у нас дискуссия общая. Заключалась она в том, что я выступил с критикой наших коллег. В том смысле, что когда выборил Академию торжественное заседание, и начинается обход тех, которые в Академию желают попасть, то, когда они приходят в кабинет, я слышу, в сумке уже позвякивают бутылки. Ну, не подмазывают. И вот я по этому поводу высказывался. Владимир Евгеньевич меня поддерживал. Тогда Николай Михайлович говорит, а что вы хотите? Я говорю, ну как? Приятно, когда приносят монографию, книгу. То, что можно прочитать, это интересно. А Моссов подумал и говорит, нет. Ни ты, ни Володя, ни Правы. Бутылки предпочтительнее. Это он острил. И это была хорошая строка. Я это так долго и нудно рассказываю к тому, что я все-таки решил, придя сегодня на это заседание, принести не бутылки, а книги. Тем более, что здесь, в четырех томах моей книги в начале нового века, если вы возьмете и откроете именной указатель, то у Владимира Виньяминча примерно одна целая книга получится. Вчера мне звонила Ина Фролькес. И просила меня, когда я буду вас передать привет и благодарность всем тем, кто помнит и чтит память Владимира Виньяминча. Фрэнсис Бекон сказал так. Память это история. И это действительно так. Пока мы с вами, живущие на этой премьерной земле, будем помнить своих предшественников и современников, будем чтить их память в том смысле, что будем о них вспоминать, будем о них говорить, будем о них писать, они будут в истории. Особенно это важно сегодня, время такое неопределенное, плохо прогнозируемое, и очень сложное. Поэтому я на этом свою такую эмоциональную речь заканчиваю. Хочу сказать вам всем огромнейшую благодарность за то, что мы помним, вспоминая Владимира Виньяминча. мне кажется, мне кажется, все мы материалисты, конечно, и это мистика, вот мне кажется, что он слушает нас, видит нас, и мы вместе с ним каждый день. Человек он был замечательный, человек он был необычный, наследие его научное, это великое дело. Вот я ехал сюда со внучкой моего друга Юрия Ильича Кундиева. к большому несчастью мы отмечали несколько дней тому назад два года, как его не стало. Это тоже произошло внезапно и неожиданно для всех нас. Она приехала из Америки, где родилась и прожила 20 лет. она кандидат наук, встал вопрос о теме ее диссертации, и она будет писать диссертацию в историю медицины труда в Украине и уже пишет главу по связи медицины труда с проблемами возрастной физиологии. И отдельная глава будет посвящена Владимире Вильямовичу. Ты слышишь, Настя, что я говорю? Вот так. Друзья, спасибо, что вы пришли и это великое дело получать огромное моральное удовлетворение, когда мы встречаемся общаемся друг с другом, а потом уже по стопам Николая Михайловича подумаем о том, чтобы отметить это наше присутствие другим способом. Спасибо большое, что вы внимательно меня выслушали. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...